Продолжение следует... Продолжение следует... Петр, Иаков и Иоанн. Первое действие Иисуса после учения — сбор группы последователей, которые посвятят себя переменам жизни, призвания и культуре. Теперь, куда бы ни шел Иисус, они будут идти за Ним. Иисус говорит им, «Следуйте за Мною». Какой была их реакция? Они сразу же оставили свои сети и пошли за Ним. Как им удалось принять такое радикальное решение, оставить все, что было знакомо им, на берегу моря? В Евангелии от Иоанна 1 главе, годом ранее, Иоанн Креститель представляет Иисуса как Агнца Божьего, Андрею. И он начинает следовать за Иисусом. Иисус спрашивает его, «Чего ты ищешь?» Андрей спрашивает Иисуса, «Где он останется?» А Иисус ответил ему, «Идем, и ты увидишь». Иисус приглашает Андрея к отношению, к общению. На следующий день первое, что делает Андрей, находит своего брата Симона. Это то, что мы делаем, когда хотим, чтобы другие узнали о чем-то. Когда мы находим человека и хотим, чтобы другие последовали за ним. Когда Андрей приводит Симона к Иисусу, Иисус смотрит на него и говорит, «Так ты, Симон, ты будешь Петром». Этот первый разговор произошел на реке Иордан, где Иоанн крестил людей. Но год спустя, в сотни километров на север от того места, где крестил Иоанн, Иисус шел вдоль Галилейского моря. Это море было местом, где процветала рыбная ловля. Иисус видит Андрея и Петра, двух братьев, которые бросают сети. Слово «сеть» говорит о круглой сети, где-то 6-8 метров в диаметре, со свинцовыми грузиками на внешней стороне. Сеть бросали, а затем, когда края начинали опускаться, они захватывали рыбу. Очевидно, что бобра-то вернулись к рыбалке. Это была их привычная жизнь. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну вещь. Решимость Петра и Андрея к познанию Иисуса изменилась со временем. Позже, в Евангелии от Матфея 16 главе, Петр назовет Иисуса Мессией, сыном Бога Живого. Иисус говорит, что это откровение от Отца. Но понадобится воскресение, приход Духа Святого, чтобы ученики в полноте поняли, за кем они следуют. Когда мы говорим о методах прекрасного пути, то говорим о том, чтобы следовать за Иисусом. А следование за Иисусом — это процесс роста. Это важно для нас. Иисус приглашает нас, чтобы мы пошли и увидели. Мы растем в понимании Иисуса, проводя время с Ним. Познавая Его лично, наше посвящение Ему возрастает. Так где же вы находитесь сегодня на своем пути? В Уиллингдоне мы говорим о четырех фазах роста на пути человеком. Исследователь, турист, скалолаз и гид. Очевидно, что мы взяли эти понятия из скалолазания. Исследователь задает вопросы вроде «Так кто же такой Иисус? И почему люди поклоняются Ему? Что изменится в моей жизни, если я последую за Ним?» У исследователя много вопросов. Если это про вас, присоединяйтесь к группе «Открывай Иисуса» или группе «Альфа» и задавайте свои вопросы. Турист принял решение следовать за Иисусом? Он изучает основы следования за Иисусом? Как мне читать Библию? Как мне молиться? Зачем мне проводить время с другими последователями Иисуса? Если это про вас, то присоединяйтесь к нашей группе «Открывая церковную семью». Скалолазы находятся немного далее. Они все больше следуют за Иисусом в различных сферах жизни. Они знают, что у них есть духовные дары. Они хотят проверять свои дары, служа другим. Если это про вас, станьте лидером домашней группы. Примите участие в евангелизации. Их много. Гид живет полностью, полагаясь на Иисусом. Он находит реализацию в послушании и водительству Духа Святого. Гид помогает людям проходить путь от исследователей к туристам, скалолазам и гидам, как он. Если это про вас, свяжитесь со служением наставничества. Видите ли вы себя на этом пути? Если вы хотите оценить себя и разобраться с тем, где вы находитесь на этом пути, зайдите на наш веб-сайт. Там вы найдете тест. А также чудесные возможности для служения. Если вы студент, свяжитесь со студенческим пастором или лидером группы. Главный вопрос звучит так. Двигаетесь ли вы в направлении Иисуса? Приближаетесь ли вы к Иисусу или отдаляетесь от Него? Давайте вернемся к истории в Евангелии от Матфея, 4 главе. Иисус призывает четырех рыбаков следовать за Ним. И они сразу же оставляют все. Как они смогли так быстро бросить свои сети? Возможно, чудо из Луки, 5 главы, произошло за день до приглашения, о котором мы читаем. В Евангелии от Луки, 5 главе, Петр и Аков, и Иоанн, скорее всего, и Андрей, всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Как говорит Лука, они были партнерами в рыболовном бизнесе. Иисус говорит, чтобы они бросили свои сети на глубину. Улов такой большой, что их сети рвутся. Рыбаки собираются вместе, чтобы затянуть рыбу. Их лодки начинают тонуть. Петр, видя это чудо, шокирован. Он падает на колени перед Иисусом и говорит, «Отойди от меня, потому что я грешный человек». Чудесный улов готовит его и других учеников к призыву, «Следуй за мной». Иисус не ожидал, пока его ученики попросят наставлять их. Он берет инициативу, призывая людей к личным отношениям с ним. А вы слышите его призыв? Он находится в основании прекрасного пути. Наше главное решение — посвятить себя Ему. Суть пути в том, чтобы быть с Ним, учиться у Него, служить с Ним. Он — фокус. Когда мы следуем за Иисусом, Он всегда должен находиться в центре истории. Это одна из главных ценностей церкви Уиллингдон. Мы сконцентрированы и сфокусированы на Иисусе. В Евангелии от Матфея, 4 главе, после того, как Иисус призывал Петра и Андрея, Он пошел дальше. Иисус видит еще двух братьев, Иакова и Иоанна. Они в лодке с отцом из Зеведей, чинят сети. То есть они чинили их, чинили и чинили, готовили к следующему улову. И здесь используется слово, которое означает «сети для рыбалки ночью». Их тянут под водой, двумя лодками, когда рыба не видит сети. Лука говорит, что Иаков и Иоанн были партнерами Симона в рыболовном бизнесе. Скорее всего, они чинили свои сети из-за чудесного улова за день до этого. Мы читали об этом в Евангелии от Луки, 5 главе. Мы видим, что Иисус озвучивает им, Иакову и Иоанну, такое же приглашение. Следуйте за Мною. Я сделаю вас ловцами человеков. Слово «человеков» — это греческое слово, которое означает «мужчина-женщин». Иисус призывает разбитых людей, мужчин и женщин вроде вас и меня, следовать за ним, учиться у него. Он призывает других следовать за ним. Матфей упоминает, что Иаков и Иоанн оставили своего отца. Марк упоминает, что наемники остались в лодке с отцом. Как говорят археологические находки, их лодка была 8 метров в длину и 2,5 метра в ширину. У нее была мачта, парус, и она вмещала до 15 человек. Здесь неспроста упоминается их отец. Они оставляют свой семейный бизнес, чтобы последовать за Иисусом. И это непростое решение. Рыбакам жилось лучше других во времена Иисуса. Оставить семью, дом и семейный бизнес — это психологическая и финансовая жертвы. Они оставляли знакомые и безопасные. Это не было эмоциональным решением. Когда мы принимаем решение следовать за Иисусом, это будет стоить нам чего-то. Иисус сможет пригласить вас оставить знакомые. Каким бы ни было ваше занятие в жизни, проповедник или прокурор, учитель или техник, менеджер отеля или медсестра, вашим главным занятием станет следование за Иисусом. И это подразумевает отдать ему полный контроль. Следование за Иисусом требует полного повиновения его водительству. Иисус не позволит быть себе добавкой в вашей жизни. Это не просто еще одни отношения, еще одна часть вашей жизни, еще одна комната вашего дома, добавка, без которой вы можете прожить, если захотите. Следование за Иисусом требует полного повиновения. Обратите внимание на то, как Иисус являет свое правление. Присутствие Иисуса в мире не привело к кардинальным переменам в мировой политике. Оно привело к тому, что четыре рыбака отдали ему свои жизни. Правление Иисуса продвигается, когда четыре местных рыбака оставляют свои лодки. это не похоже на силу, способную изменить мир, но их отношение с Иисусом и его призвание на их жизни изменят мир. Послушайте Иисуса еще раз. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становятся деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 и 32 стихи. Путь Иисуса к изменению мира по ученику за раз. Это самая эффективная стратегия, настолько эффективная, что церковь стала глобальным движением. Он не требует перемен у римского императора. Он делает учеников. Надежда для Канады сегодня не кроется в лоббировании всех ветвей правительства. Надежда на настоящие перемены в Канаде кроется в том, чтобы сделать по ученику за один раз. Следование за Иисусом означает наставлять учеников того, кто сам наставлял учеников. Весной этого года Эдди и Йена пригласили присоединиться к группе наставничества одного из наших пастырей. Возник вопрос, кого еще нам пригласить к нам? Эдди сразу же обратился к двум своим друзьям и пригласил их в группу. Эти четверо встречаются практически еженедельно с того времени. Когда группа встречалась, она размышляла над тем, к кому Бог ведет их. У Эдди была клиентка, которая спрашивала, почему буддисты проявляют больше заботы, чем христиане. Это привело к тому, что клиентка начала сомневаться в христианской вере. Эдди познакомил ее со своим тестем, с Элестом, который обратился из буддизма к христианству. Когда они встретились и разговорились, то решили создать группу изучения Библии, чтобы расти в христианской вере. К ней прибавилось еще двое человек, и они продолжили встречаться еженедельно. Эдди также продолжил встречаться со своей изначальной группой наставничества, чтобы расти лично и ободряться. Вот как ученики делают учеников. Но вернемся к предыдущему вопросу. Был ли Иисус в соцсетях, если бы он жил в 21 столетии? Мы не знаем, но он обращался к толпам, так что мог бы использовать и сети. Но фокус его служения был сконцентрирован на 12 учениках. В Евангелии от Матфея мы видим упоминание о двух группах в близком круге учеников и толпе вокруг него. Эти две группы следовали за ним. В 23 стихе мы читаем, что он ходил по всей Галилее. Галилея состояла из 200 маленьких городков и селений. Там жило около 300 тысяч человек. Что он делал со своими учениками среди толпы? Мы прочитаем в 4 главе, 23 стихе. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях и прошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Три вещи характеризовали служение Иисуса. Учение в синагогах, провозглашение Евангелие, радостные вести Царства и исцеление всяких болезней. Вот эти три вещи. Учение в синагогах было для иудеев и язычников, которые боялись Бога и были знакомы с писаниями евреев. Синагоги были местом формальных собраний для иудеев. Субботние служения включали в себя песни, молитвы, чтение писаний, короткую проповедь по слову, надень и благословение. Их служения были похожи на наше служение поклонения сегодня. Синагога была местом поклонения и наставления, но этого было мало как для Иисуса, так и для Его учеников. И этого также должно быть мало для нас сегодня. Это не было ежедневное наставничество. Даже сегодня посещение, служение и поклонение мало для того, чтобы делать учеников. Иисус не просто так не повелел Своим ученикам идти по миру, насаждая синагоги. Его последователи должны были стать ловцами человеков, а не хранителями аквариума. Чем Иисус отличался? Иисус провозглашал радостную весть Царства внутри и за пределами синагоги, в формальном и неформальном окружении, тем, кто знал и тем, кто не знал Писание. Содержание не менялось в обоих случаях. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное пришло. Радостная новость была в явлении спасения Божьего через Иисуса и динамической силы Иисуса в жизнях Его последователей. Служение прекрасного пути связано с учением о радостной вести правления Иисуса. Когда Иисус провозглашает радостную весть Царства, чудеса подтверждают Его послание. Посмотрите на описание Его служения исцеления. Все больные, страдающие от разных болезней, угнетаемые демонами, люди с приступами и параличом, Он исцелил их. Общее описание разных болезней и немощей можно разделить на три подкатегории. Весноватых, людей с приступами и парализованных. Вы можете представить себе жизнь парализованного во времена Иисуса. Без инвалидных колясок, машин и автобусов, которые помогают вам передвигаться. Слово «приступ» говорит о различных видах психических заболеваний. Иными словами, Иисус исцелял от духовных, психических, эмоциональных и телесных заболеваний. Иисус приносит исцеление всему человеку. В конце августа Эмилия, член церкви Уиллингден, написала письмо пастору Шерли. «Я хочу поблагодарить вас и китайскую общину за ваши молитвы». Я страдала от сильного давления, головокружения и проблем с сердцебиением много дней. Мои руки и ноги также немели. Я чувствовала себя ужасно. Однажды утром я решила, что мне придется вновь обращаться к скорой помощи. Я отсчитывала часы до встречи с доктором в 13.45. Я могла лишь лежать, но мне все равно было некомфортно. Любое движение ускоряло сердцебиение, и мне становилось хуже. Пока я лежала на диване, я закрыла глаза. И тогда я увидела яркий свет и ощутила невероятный мир. Мое тело также ощутило этот мир, и дискомфорт ушел. Это был особенный момент. Я знала, что это было от Бога. После того, как я сдала кровь и сделала УЗИ, я пошла к доктору. Когда он посмотрел результаты обследования, то не увидел ничего, что могло быть связано с проблемами, с сердцем и давлением. Он сказал, иногда вещи происходят и остаются загадкой. Мне кажется, что Бог исцелил меня, но и сердце бьется нормально, и я хорошо сплю ночью. Благодаря всему этому я узнала многое об Иисусе. Он так ценен для меня. В моих проблемах со здоровьем я увидела очищающий огонь и примеси, поднимающиеся на поверхность. Я увидела примеси в своей душе. Они поднялись на поверхность. Я поняла, что не доверяла полностью Иисусу. Я пыталась управлять своей жизнью с помощью своих возможностей. Например, я пыталась защитить свою семью от пандемии. Лишь Богу я могу доверить свою семью, особенно, когда мои дети возвращаются на учебу. Исцеление вроде этого говорит о присутствии Царства Небесного в Иисусе. Во время COVID-19 мы концентрируем свое внимание на вирусе, по древности в защите и исцелении. В то же время от начала года более тысячи людей умерли в Британской Колумбии от передозировки опиоидами. Нас предупреждают о проблемах с психическим здоровьем. Готовы ли мы к тому, чтобы являть любовь и помогать тем, кто страдает духовно, психически, эмоционально и целесно? Иисус готов снарядить нас, чтобы мы продолжили нести Его служение. Служение прекрасного пути — это служение исцеления всему человеку. Каков результат служения учения и исцеления Иисуса? Слава об Иисусе распространяется по всей Галилее и Иудее и даже достигает религиозного центра и Иерусалима. Она также распространяется за пределами Израиля. За Иордан, значит, на восток от Иудея. Эту местность населяли в основном язычники. Десятиградия или десять городов — это римская область на юго-востоке от Галилеи. Ее населяли в основном язычники. Сирия — это район на север от Галилеи. Число заинтересованных растет как в Израиле, так и за его пределами. Влияние поражает, реакция удивляет, толпы идут за ним. В Евангелии от Матфея 9 главе Иисус видит эти толпы, которые похожи на овец без пастыря. Иисус ощущает сострадание к ним и говорит, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 и 38 стихи. А в 10 главе Иисус посылает 12 учеников с властью, чтобы идти, как и Он. Каково было Его поручение? Он говорил, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Они должны были продолжить служение Иисусу. А какова наша миссия с вами сегодня? Почему Он призвал нас? Мы видим прямую линию от повеления в Евангелии от Матфея, 4 главе, к Евангелию от Матфея, 10 главе. где Иисус посылает 12, а потом и уже 28 глава, где Он повелевает Своим ученикам идти во все народы. Это повеление выражается в заявлении о миссии церкви Уиллингдон, познавать Иисуса Христа лично и выполнять Его служение. Оно также является главным фокусом нашего служения делать учеников Иисуса, которые сами делают учеников. И в заявлении о нашем видении семья, где каждый находится в миссии с Иисусом. Служение прекрасного пути состоит в том, чтобы каждый последователь выполнял служение Иисуса. В воскресенье вечером я бежал по парку Гленбрук-Ревен в Новом Вестминстере. И там я увидел пожилого мужчину, который бежал передо мной. Я догнал его и сказал, можно задать вам вопрос, сколько вам лет? Он ответил, 79. Я воскликнул, вы вдохновляете меня? Он сказал, я ушел на пенсию в прошлом году. Я занимался строительством до 78 лет. Если хочешь жить, то нужно что-то делать. Если хотите жить, то нужно делать что-то. Несколько недель назад я встретился с одним из членов церкви на парковке. Я спросил, чем занималась Шарин? О, Господь, так помог мне во время ковида, сказала она. Осенью прошлого года я пошла прогуляться и встретила Элизабет. После того, как я поприветствовала ее, я спросила, как у нее дела. Она сказала, что страдала от боли. Она позволила мне помолиться за нее. Мы обменялись с телефонами, и потом я несколько раз звонила ей, чтобы ободрить ее. Несколько месяцев назад я встретилась с нею возле дома. Она рассказала мне, что ощущала ужасную боль и хотела умереть. Я сказала ей, что у Бога есть план для нее, и помолилась за нее. Несколько дней спустя, когда я проходила мимо ее дома, то увидела ее на балконе. мы поприветствовали друг друга, и я пошла дальше. Но Дух Святой побудил меня вернуться назад и спросить, не нужна ли ей Библия. Она сказала, да. Я побежала домой и принесла ей новый завет. Когда я пришла к ее дому, она пригласила меня к себе. Мы немного поговорили, и она отдала свою жизнь Иисусу. Элизабет прошла курс, открывая Иисуса, и теперь проходит курс, идя с Иисусом. Господь сделал все так просто. Часто мы усложняем все. Можем ли мы делать шаги веры, следуя подсказкам Духа Святого? Если мы хотим жить во время ковида, то нам нужно делать что-то. Было бы трагеди пережить этот кризис, в котором многие ищут ответы и упустить возможности, которые Он открывает нам. Представьте себе, что было, если бы не были мы зациклены на своих нуждах и видели людей вокруг нас. Представьте себе, если бы мы вышли из этого кризиса с чудесными историями о людях, которым мы проповедовали, за которых молились, которым мы рассказывали об Иисусе. Это люди, которых Бог преображал Духом Своим. К чему Иисус приглашает вас сегодня? Возможно, это приглашение, чтобы вы пришли и увидели. А возможно, Он приглашает вас покаяться и положиться на Иисуса, как на Спасителя. Возможно, это приглашение к покаянию, от частичного посвящения Иисусу. Он призывает вас отдать себя Ему полностью. Возможно, это приглашение к служению в церковной семье или общении. Я уверен, что Иисус приглашает вас к чему-то сегодня. И в центре этого приглашения находится сам Иисус. Он хочет, чтобы вы знали Его. А иисус. Продолжение следует...